Друзья, добрый день! С вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчана Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой основной канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Я являюсь журналистом. Как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылку на мой второй канал, и там же будет ссылка на мой Телеграм-канал. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на мой Телеграм-канал. Опять же, хочу сказать, что ссылка она в описании будет. И там у нас интересно. Мы каждый день обсуждаем последние события, поэтому у нас нет там цензуры, приветствуется абсолютно любое мнение. Но самое главное, чтобы все мои подписчики соблюдали такт и взаимное уважение по отношению друг к другу. И хочу поблагодарить моих подписчиков за донаты, друзья. Я хочу поблагодарить первое, это Лавинья, это девушка моего сына. Дальше. Я хочу поблагодарить Кристину из Удиной. Кристину, спасибо большое за донат. Я хочу поблагодарить, я не знаю, как зовут подписчицу, но я прочитаю линк. Ла-нак-найтингс. Наверное, я правильно произнесла. Спасибо большое, спасибо. У меня большая просьба будет к моим подписчикам, когда вы отправляете донаты. Вы подписывайтесь, пожалуйста, пишите имя, потому что мне будет приятно поприветствовать всех. Спасибо большое. Потом и Любовь, Людмила и Галина Ву. Спасибо большое. Друзья, ну и в принципе я хочу попросить подписчиков моих, если вам будет не сложно, поскольку у нас сейчас проблема с рекламой на территории Российской Федерации, пока она временно отключена. Если вам будет не сложно, будьте так любезны, могли бы вы смотреть мои видео через, называется, ВУПИН, такая программа, или Ютуб премиум. Если нет никаких проблем, абсолютно, я очень рада абсолютно всем моим зрителям и моим подписчикам. Спасибо вам большое, спасибо. Но у меня для вас имеются очень хорошие новости. Вы, наверное, обратили внимание, как называется мой ролик, что итальянские промышленники, они отказываются платить по счетам. Ну вот давайте сейчас мы будем раскручивать эту тему. Те мои подписчики, которые давно смотрят мой канал, хотя тут не надо смотреть давно, потому что про счета мы с вами стали говорить примерно месяц тому назад, когда Италия получила первые счета, получили промышленники и получили частные лица, например, как мы, как наша семья. Я вам рассказывала, что за электричество мы получили счет, который был ровно в два раза больше. Потом я прочитала комментарии моих подписчиков, и мне писали абсолютно из всех стран, ну я мониторила, конечно, Евросоюз в некоторых странах, не то, что в два раза, что уже в три раза дороже. Давайте мы с вами сейчас раскрутим, раскроем эту тему. То есть у нас же истинная борьба, она идет за что? За энергоресурсы. Тут я Америку не открою. Мы сейчас попытаемся промониторить абсолютно все, чтобы была ясна и понятна причинно-следственная связь. То есть у нас получилось так, два фронта. С одной стороны идут Соединенные Штаты Америки, которые пытаются все-таки Европе навязать свои энергоресурсы. Сейчас мы обсудим, каким образом они это пытаются сделать и что это за энергоресурсы такие. А с другой стороны, там, оказывается, фронт очень нехилый подобрался. Российская Федерация, Китай и Иран. Информация, которую я предоставляю вам, друзья, эта информация, это я занимаюсь перепечаткой. Перепечаткой независимых итальянских СМИ. И вот, а если говорить про вот эту самую коробочку, вчера выступал по коробочке по пропаганде один нефтяник итальянский, который сразу же сказал, что я не занимаюсь политикой, я могу предоставить информацию исключительно как эксперт. То есть он рассказывал про нефть, какие виды нефти существуют. Видите, оказывается, существуют разные виды нефти. А он рассказывал про нефть из Венесуэлы, что она качественная. Ну, там Соединенные Штаты Америки в Венесуэле, вы знаете, там накосячили. То есть, в принципе, получается, вот какой можно было сделать вывод вчера из сообщения вот этого итальянского нефтяника, что, в общем-то, Соединенные Штаты Америки ухитрились перессориться абсолютно со всеми странами, которые являются обладателями ресурсов. То есть это нефть, газ и так далее. То есть у них там гладко нигде ни с кем не получается. Значит, Венесуэла. В Венесуэла Италия не очень-то подходит по какому плану, чисто территориально, потому что далеко. Потом есть еще один вариант. Это Иран. Иранская нефть, она и вообще все ресурсы энергетические, они подходят, но это не максимум. Есть еще ресурсы азербайджанские, тоже очень хорошего качества, но оказалось, что абсолютно все заводы и фабрики в Италии, но он сказал и про Германию в том числе, но что касается Германии, давайте сделаем таким образом. В Германии имеются свои собственные блогеры, которые, наверное, эту тему раскроют лучше, нежели чем я. Поэтому, естественно, я ваше внимание буду застрять в первую очередь, говорить про Италию. Значит, итальянские фабрики, которые уже в основном преимущественно китайские, об этом тоже мы с вами сейчас поговорим, они все, все оборудование, оно было заточено под российский газ и под российскую нефть. Ну, в общем, он вчера объяснял структуру нефти, значит, верхняя часть – это бензин, потом он говорил, там ниже идет мазут и там ниже все остальное. И, в общем, он говорил о типах. Тут я немножко не разбираюсь в этом, но это не столь важно сейчас. То есть вот то, что присылала Россия, это, скажем так, продукт лучшего качества. Поэтому все оборудование, оно было заточено именно под энергоресурсы самого хорошего качества, какое только существует. Значит, Соединенные Штаты Америки, каким образом они попытались переформатировать итальянский рынок под себя, то есть отправляя сюда сланцевый газ. Значит, тут, наверное, к гадалке ходить не надо. Это очень опасная вещь, потому что он искусственным образом добывается. То есть как вот можно сравнить? Вот у каждого человека есть позвоночник, правильно? Вот есть позвонки, и между позвонками имеются межпозвоночные диски. То есть если этот диск выдернуть, соответственно, человек просто-напросто не сможет, не может ходить. Так вот сланцевый газ – это то же самое. Вот слои, и между ними имеются вот эти вот такие подушечки газовые. Поэтому если мы выдергиваем, во-первых, мы уничтожаем полностью экологию. Я не могу понять, а где Гретка-то? Гретка учевывала в Оклахому. Он говорил про Оклахому. Этот эксперт по нефти итальянски, по поводу Оклахому, что там прямо жут-жуткая, там просто выжженные пустыни, он говорил, после вот такой добычи сланцевого газа. Вот. То есть этого делать нельзя. Где Гретка-то я не могу понять, почему ее туда не отправят, почему она туда не приедет со своими подружками, не скажет, что она думает по этому поводу. Вот. И, значит, он очень… ну и плюс само качество нулевое. Значит, нам стали сюда, в Европу, вот этими танкерами подтаскивать этот сланцевый газ, там прямо танкер за танкером. У нас идут, он очень дорогой. У нас пошли сбои. То есть даже начнем с того, что там Германии завезли, Италии не завезли. Но с чем это сопоставимо? То есть вот если мы берем любое итальянское предприятие промышленное, и, соответственно, вот в это самое оборудование качественное, мы его начинаем закачивать вот этой продукцией, которая приходит из Соединенных Штатов Америки сейчас. То есть ланцевым газом, ну и всем остальным. То есть это примерно то же самое, вот если у вас, допустим, хорошая машина BMW, над которой вы трясетесь, и вы вместо качественного бензина, потому что, естественно, каждый автовладелец, когда хороший автомобиль, вы едете на бензоправочную станцию, вы смотрите, мне хорошего бензинчика, мне какого попало не надо, потому что у меня машина качественная, я берегу. Так вот это то же самое, если вы возьмете вашу машину BMW, и вы зальете там какой-нибудь соляркой или самогоном. То есть долго она у вас проедет? Естественно, нет. Может быть, она там несколько метров, километров вперед прихреначится, извините меня за мой французский, но потом она сломается. Так вот, какая проблема стала возникать, и коробочки, они об этом молчат, конечно же, что стало ломаться оборудование. То есть мало того, что пришли итальянским предприятиям счета, когда они открыли, они посмотрели на эти счета, и как это, нет, нет, за это я платить не буду, отнесите, пожалуйста, счет, дороги. И, во-вторых, оборудование просто на этом не работает. Так вот, я когда включила пропаганду, и вчера вечером, и сегодня, там, вы знаете, очень много слов, то есть такой объем информации, все это вот как винегрет какой-то выкладывается. Поэтому я не слушаю, я просто свой слух, вот как алгоритм, я затачиваю под определенные слова, под определенные фразы. Услышу я эти фразы или не услышу? Для меня очень важно было услышать такую фразу, что на итальянское правительство или там на европейское правительство, это не важно, потому что это одна и та же связка, давит кто-нибудь или не давит с ценами на газ, хотя бы цены на газ, мы уже не говорим о качестве. Потому что о качестве они молчат, насколько у нас все вот эти вот ящики, вы сами знаете, под кем они находятся. Они находятся под CNN, они никогда в жизни. По крайней мере, на данный момент они не скажут, что вот эта продукция, которая приходит из Соединенных Штатов Америки, что она некачественная. То есть это табу на данный момент. Но, начиная со вчерашнего вечера, риторика стала меняться, что мы не можем, мы не можем без российских ресурсов. Вчера была передача, в которой даже было сказано так, Раи Тре, Раи Третий канал. Значит, если кто-то не поверит, кто-то скажет, что я говорю фигню, найдите, пожалуйста, Раи Тре, кто говорит по-итальянски, программы, политическое ток-шоу, которое вышло в 9 часов, в 9-9.30, когда там сидел один эксперт, который сказал, что Путин эту войну выиграл. Вот такая была фраза, озвучена. Посмотрите, несколько раз он это повторил. Но, правда, он добавил слово «к сожалению». Почему? Потому что мы не можем. Вот так вот получилось, что мы не можем. То есть перестроить всю промышленность итальянскую под американские ресурсы – это оказалась утопия. То есть любое предприятие у нас, большое, малое, среднее, любое, оно должно работать на российском газе, потому что все заточено под него. Еще раз хочу попросить моих коллег-блогеров в других странах европейских, расскажите, пожалуйста, про ваше предприятие. На какое оборудование, то есть оборудование ваших стран под какой газ было заточено. Потому что универсального оборудования, как выясняется, не существует. Не можем. Все. Поэтому эта тема закрыта для Италии. И, в общем-то, вчера вечером они говорили, нет-нет, надо поскорее эту войну заканчивать. Любым способом надо заканчивать, потому что у нас других вариантов нет. Значит, теперь смотрите, какая интересная деталь. Я включила сегодня пропаганду. Рай Ньюс 24. Риторика изменилась. То есть это то же самое, как было у нас два года тому назад, когда прилетел этот «а-а-а-а». То есть в тот момент пропаганда итальянская полностью монополизировала информацию. И все говорили «а-а-а-а-а» как вот об очередной религии. Потом риторика стала меняться. Потом был следующий этап, когда нам прилетели вот эти ложечки за маму, за папу, за дедушку. Точно так же сначала информация была монополизирована. То есть только одно мнение. А потом потихоньку стало меняться. Сейчас, получается, вот эти действия на территории Украины, ну примерно две недели они проходят. Со вчерашнего вечера риторика стала меняться. То есть нет, мы без российского газа жить не можем. Но поскольку у нас же санкции, у нас же санкции, поэтому мы не можем отказаться от этих санкций никаким образом. Потому что вот мы же сателлит, мы же друзья Соединенных Штатов Америки. Хотя это не дружба, это оккупация, начиная с сентября 1943 года. Поэтому, чтобы выходить из положения вот этих вот самых санкций, для того, чтобы доставлять детали всевозможные. Потому что вы знаете, да, что там цена вопроса была не только газ, нефть, но и там всевозможные комплектующие и прочее, прочее. Поэтому нам нужен определенный посредник. И вот они сегодня озвучивали по итальянскому утеряне. То есть таким посредником, знаете, это как вот, стоят два человека, поссорились, и кто-то стоит посередине. Ну ладно, ну ладно, ну что там, ты конфетку хочешь дать? Ну вот возьми, она тебе конфетку дает. Что ты там, жвачку хочешь дать? Ну вот на, вот возьми. Примерно так, как это бывает у детей. Это будет Китай. Ну, теперь смотрите дальше. Я стала мониторить сегодня итальянские предприятия, которые работают с Россией, которые заинтересованы продолжать свою работу. Я знаю, что очень многие предприятия были куплены Соединенными Штатами Америки, но очень многое было куплено Китаем. Это к большому сожалению, потому что таким образом Италия теряет свою промышленность. Но, вы знаете, я не пытаюсь ситуацию сделать более красивой или более, скажем так, нагнетать обстановку. Я пытаюсь говорить всегда объективно. Значит, вот есть такой концерн, который называется Pirelli. Этот концерт делает протекторы для машин. Я пошла посмотреть на их сайт, о их объемах работы, и, в общем-то, мне было интересно, о их доход. И, в общем, объемы работы с Российской Федерацией, потому что я знала, что они очень большие. Но когда я увидела, что этот концерн, он больше не принадлежит Италии, вы можете пойти самостоятельно в интернет, и вы все прочитаете, что он теперь китайский. То есть, как бы, находится фирма сама в Милане, но она принадлежит Китаю. Я забыла, зачем я шла на этот сайт. То есть, я поняла, что все, крендец нам на самом деле. Поэтому промышленные предприятия, они больше не принадлежат Италии, а если не принадлежат Китаю, то, как Китай скажет, так, в общем-то, и будет. Поскольку он стал Китай таким, так называемым, посредником, коммерческим посредником и политическим посредником. Что касается Pirelli, вот мои подписчики, которые смотрят мой канал, которые проживают в Российской Федерации, вы на какой резине ездите? Я уверена, что половина ездит на Pirelli. Почему для Pirelli Российской Федерации это всегда было Эльдораду? Потому что нужна летняя резина, нужна зимняя резина, потому что универсальная резина, протекторы, они в зимнее время особенно не срабатывают. И плюс еще есть такой фифект. Потому что в зимнее время, когда идет снег и погода, как многие говорят, говно, вы знаете, да, что трассы, они обрабатываются, обрабатываются всевозможными химическими реагентами, в результате чего резина, что с ней происходит? В Италии совершенно по-другому. Почему? Вот сколько раз в год вы переобуваете фундаментально ваши машины? Я обращаюсь к моим подписчикам из Российской Федерации. Сколько вы раз переобуваете за год машину? Меняете колеса. Вот я вам могу сказать, что здесь на одной резине в Италии, потому что такой климат, если ты аккуратно ездишь, хотя дороги не очень хорошие, и у Хаби достаточно много, но если ты ездишь аккуратно, ты на одной резине можешь проездить, если ты ставишь универсальную, например, чтобы и летом, и зимой, потому что вот на юге не нужна универсальная, на юге Италии, на юге весь год можно ездить на летний. Вот, но у нас, поскольку все-таки здесь и снег бывает в том числе, поэтому большинство у нас здесь ездит, нет, все-таки на летний, но процентов 30 у нас ездят на универсальный. Например, мы с мужем ездим на универсальный, и наш сын ездит тоже на универсальный. Сын менял колеса. Я нет. Я уже несколько лет не меняю. Мой муж менял одно колесо. В машине его три года. И он менял один раз только одно колесо. А что касается Российской Федерации, я знаю, что это Эльдорадо. Потому что всякий раз, когда я приезжаю в Москву, особенно в зимнее время, все мои подружки говорят, вот черт, вот посмотри, опять чем-то дорогу обосрали. Как говорят мне, так я и перевожу. Пересказываю. Все, вот моя резина. Сколько там я потратила на эти колеса? Через месяц мне их опять придется менять, потому что, в общем-то, вот эти реагенты, которыми покрывают дороги от обледенения, в общем, они всю вот эту резину, они ее съедают. Так вот, для Пирелли, Российская Федерация, это было Эльдорадо всегда. И им пришел счет. Им пришел счет такой, что, в общем-то, у них как бы это нет, нет, только нет, мы за это платить не будем. Отдайте, пожалуйста, этот счет драги. То есть нам нужны те ресурсы, энергоресурсы, на которых мы работали. Более того, я хочу сказать, то, о чем говорят промышленники, но о чем не говорят вот эта коробочка, что из-за того, что подвезли вот такую некачественную продукцию, создается риск, повышенный риск аварийной ситуации на предприятиях. Потому что непонятно, что заливать в оборудование, которое было настроено на качественное топливо. Потом тебе садонет где-нибудь, бабахнет, у тебя там половину предприятия разнесет. Не сработало. Ну, знаете, как, значит, Евросоюз, там, кто в Евросоюзе у нас, знаете, да, с каким образованием или без образования. Это плохо, когда у лидеров государств или у этой Еврошайки, в общем-то, образования отсутствует. Потому что они дают такие советы или выставляют такие требования, которые невыполнимы абсолютно. Значит, вот старайтесь переходить на вот эту вот альтернативную, то есть там на солнечную энергию. Ну, про что сейчас говорят? Ага, да. А что, значит, вот эти солнечные батареи, они каким-то образом вот так по взмаху волшебной палочки появятся? Их не надо производить? А как их надо производить? На чем их надо производить? На том же их надо производить. Потом все вот эти солнечные батареи, они хороши летом. А в зимнее время, когда вот постоянно идет дождь или пасмурно, это как, можно жить там, трением огонь добывать, что ли? В общем, ничего не срабатывает. Понимаете, есть теория, есть практика. Они говорят вот эти вот Евросоюз, ну вы постараетесь, ну вы сделаете. Ну вот как-то, нет, не хотят. Месяц прошел, смотрите, пришли первые счета. Да, итальянские предприятия сказали, что мы по таким счетам, в таких условиях мы работать не будем. И закрываться мы не хотим. Пирелли отдали китайцам. Вы представляете? Я в ужасе. Я не думала, что Пирелли. Даже Пирелли. Поэтому, естественно, раз этот концерн итальянский, поэтому они будут ставить там свои правила. И они будут давить на Драгетта сейчас, чтобы Драгетт заканчивал заниматься тем, чем он занимается. Вот такая вещь. Поэтому вся вот эта вот показуха вот из этого ящика, как нам пофиг, да мы найдем альтернативу. Это только отсюда вот эта болтолония. А вот сейчас, как дошло до дела, получается, что все зависло. И ничего не получается без российских энергоресурсов. И я думаю, что когда Путин закручивал свои гайки, свои интересы, он очень хорошо это просчитал. И еще один момент. Что касается цен на газ и на бензин и на все остальное. Это, скажем так, Драгетт, он в этом смысле последнее звено. Потому что, если говорить Газпром или, например, вот те фирмы, которые являются потребителями тех же самых протекторов, Пирелли. У них имеются партнеры. То есть фабрика Пирелли здесь, в Италии. И, естественно, там такая цепочка может присутствовать подковерная. Когда Газпром говорит всевозможным фирмам, которые работают с Италией, с теми же Пирелли, «Слушай, ты там им скажи, чтобы вот мы им, если они будут продавливать интересы Газпрома, допустим, на итальянском рынке, то мы им потом и то-то, и то-то, и в попку маслиться. Ты им скажи, ты их там под лаками, чтобы был интерес позвонить Драгетту и сказать, Драгетт, народ выходил на манифестации? Выходил. Ну, понятно, что народ для тебя – это, в принципе, как… Мы говорим, туалетные утята, правильно? А вот что касается промышленников, ты не шути здесь. Потому что промышленники, они вот эту коробочку, то они не смотрят. Они открывают счета, и они смотрят на качество своей продукции. Они вот эту коробочку. Вот ты, Драгетт, промышленников вот на эту коробочку не разведешь. И вот те, которые могут тебе кузькину мать показать, на самом деле, в стране, это как раз промышленники. Потому что народом ты вытираешься, а с промышленниками не получится. А особенно, если это предприятие уже не твое, потому что свои предприятия просрали. Практически все. В общем, я была удивлена, что даже Пирелли не принадлежит. Поэтому у нас высвечивается вот такая вот интересная вещь, что у нас сейчас и будет все проходить через Китай. И еще тоже большой привет, как говорится, Ротшильдам, которые являются хозяевами свифтов вот этих вот, ну, банковские переводы. Вы слышали что-нибудь про альтернативный канал по поводу перевода денег, который создает? Святое место пусто не бывает. Просто таким образом нагибать всех не получится. То есть можно до определенного момента, но потом это все пролетает. В общем, у нас просто зомбокоробочка итальянская, она сегодня сказала вот такую вещь, что создается альтернативная система оплаты. Вот и все. Вот такие последние новости. Друзья, я дала какие-то наводящие, какую-то даже наводящую информацию, все остальное, это находится в открытом доступе. Если что-то было даже непонятно, неясно, вы задавайте вопросы. Конечно же, я на все эти вопросы отвечу. Но то, что вот гадалки ходить не надо, то, что я гарантирую на 100%, вам, что у Италии не получилось. Не получилось жить без российских энергоресурсов. А за российскими энергоресурсами сейчас потянутся и все остальное. То есть, по идее, не только газ, но нам бы еще и того, нам бы еще и сего, нам бы еще и пятый, десятый, последний Китай. Вот так вот, вот так вот. Значит, еще хочу на всякий случай в конце сказать, потому что мне постоянно пишут люди с Украины, я прекрасно понимаю, я хочу сказать еще раз, что я, как любая мать, как любая мать, я против войны. Но, простите, мы в таком положении сейчас оказались. Я живу в Европе. Табачок в рось. Вы извините, а почему я все-таки вот теперь позволяю себе говорить табачок в рось? Даже дело, цена вопроса не американские единицы оружия, которые были затащены на территорию Украины, когда там некоторые ракеты, извините, до Москвы залетают за четыре с половиной минуты. А у меня там мама, у меня там близкие, и мои одноклассники, мои друзья и так далее. Меня это волнует очень сильно. Но если говорить с точки зрения человека, который проживает в Италии, у нас вылезло это на поверхность, и не надо тут, извините, отказываться по поводу вот этих вот лабораторий. И не только с этим. Поэтому, когда вы мне пишите «Остановите вашего Путина», а чего вы-то вашего пианиста-писельника не остановили вовремя, когда это все завозилось? И тоже, кстати, «Made in United States». Почему вы не остановили? Потому что вот это вот все, вот это и все остальное, это было направлено не только на Российскую Федерацию, на Беларусь, но и на Европу. На Европу. И это в ближайшее время узнают абсолютно все. Уже многие знают в Италии. А сейчас узнают абсолютно все. Нам не надо вот это. Нам нужен газ здесь. И нефть. Нормальное, качественное топливо. Чтобы наши предприятия могли работать, наш бизнес мог работать, наши фермеры могли работать. И могли нормально жить. И так уже, как выясняется, абсолютно ничего нету своего. Китайцы все раскупили. Поэтому, извините, табачок урозь. Спасибо вам большое, мои дорогие. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что используете вот эти платформы, которые я вам показала вначале. И спасибо за помощь. Спасибо за донаты. Как только с рекламой будет все в порядке, донаты сразу же будут отключены. Спасибо вам большое. Спасибо. Я вас очень люблю. И мы увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok